Всем привет! Меня зовут Маша. В этом видео я представлю бензиновую газонокосилку торговой марки Хютер модели GLM-40G. Расскажу о ее особенностях и покажу, как собрать и использовать. Газонокосилка Хютер данной модели идеально подходит для скашивания мокрой и высокой травы на больших территориях. Дефлектор бокового выброса позволяет работать на большей площади кошения, не теряя время на постоянную чистку травосборника. Благодаря тому, что трава выбрасывается из желоба в бок, а не под ноги оператора, обеспечиваются комфортные условия эксплуатации. Используя газонокосилку, можно покрыть равномерно весь газон с кошенной травой, которая затем превращается в сено. Газонокосилка с дефлектором бокового выброса оснащена мощным двигателем с большим моторесурсом и экономичным расходом топлива. Инструмент изготовлен из стали и ударопрочного пластика, а на колесах усилено креплением. Данная модель имеет самую большую ширину скашивания, которая соответствует длине ножа и составляет 51 см. Газонокосилка Хютер поставляется в разобранном виде. После приобретения нужно ее собрать. В комплект входит сама косилка, разборная рукоять управления, дефлектор бокового выброса травы, держатели кабеля, торцевой ключ, фурнитура, крепеж для стартера и инструкция по эксплуатации с описанием сборки. Для сборки газонокосилки соедините нижнюю часть рукоятки управления с корпусом при помощи болтов. После закрепите верхнюю и нижнюю части рукоятки специальными болтами-барашками. С помощью двухпластиковых зажимов из комплекта фиксируем кабели на ручке. На данной модели есть пять уровней высоты среза. Высота среза регулируется выбором положения колес на корпусе. Положение колес изменяется с помощью поворота ручки у заднего колеса косилки. Минимальная высота в 25 мм среза соответствует крайнему левому положению. Второе деление 40 мм, третье деление 50 мм, четвертое 60 мм, максимальная 75 мм. Никогда не пренебрегайте требованиями безопасности. Перед регулировкой высоты среза обязательно убедитесь, что двигатель заглушен. Откинув защитную заслонку, вставим в пазы пластиковый дефлектор бокового выброса травы. Установим в отверстие на ручке крючок для стартера. Крючок служит для удобства запуска косилки. Если косилка заглохла в работе, вам не придется нагибаться к двигателю за стартером. Обратите внимание, что перед началом работы в двигатель необходимо залить масло в емкость объемом 600 мл. Используйте только полусинтетическое масло для 4-тактного одноцилиндрового двигателя. Затем нужно залить бензин в топливный бак. Рекомендуем использовать неэтилированный бензин высокой очистки с октановым числом не менее 92. Газонокосилка готова к работе. По технике безопасности наденем защитные очки, а для комфортной работы используем противошумные наушники и перчатки. Осталось запустить двигатель газонокосилки. Для этого переведем ручку регулировки в положение старт. Зажмем ручной тормоз двигателя и резко потянем за рукоять стартера. После запуска необходимо прогреть двигатель на малых оборотах, поэтому переведем ручку регулировки в среднее положение и подождем 5-10 секунд. Далее осталось перевести ручку в положение ран и начать кошение. Помните о мерах безопасности. Перед началом работы убедитесь, что конструкция устойчива, а все крепежи надежно зафиксированы. Убедитесь, что в зоне кошения нет камней, щебня, веток или корней. Они могут повредить редуктор или режущую часть лезвия. Не забывайте следить за уровнем масла. Его необходимо проверять перед каждым началом работы. После завершения работы всегда тщательно очищайте газонокосилку от остатков травы на корпусе, режущем лезвии и на внутренних деталях инструмента. Перед чисткой газонокосилки обязательно заглушите двигатель. Соблюдайте эти простые правила, и работа с газонокосилкой будет приятной и безопасной. А наша продукция станет вашим верным помощником на долгие годы. Всем пока, еще увидимся!